Дети, они искренние, их не обманешь. Играть роль хорошего воспитателя Марине Румыниной и не надо. Дети ее любят. Какая она? Красивая. А еще какая? Хорошая. А что вы с ней делаете? Что вы любите делать? Играть с ней. Гулять, бегать, какать. А вы ее любите? Да. И эти чувства взаимны. Без искреннего отношения к детям в профессии воспитателя никак, считает Марина Румынина. А потому в работе отдает себя без остатка. Даже дома в минуты отдыха мысли о воспитанниках педагога не покидают. Они мои друзья. В общем-то в этом здесь подход. Мне интересно с ними, но, наверное, им интересно со мной. Потому что живу их жизнью, интересуюсь их. И даже вечером, вместо того, чтобы посмотреть свой фильм, скажем так, для взрослых, мелодраму какой-нибудь, детектив, я смотрю мультики, которые смотрят современные дети, чтобы быть в курсе их жизни. Свой образ жизни, а именно так Марина Румынина называет любимую работу, выбралась 16 лет назад, когда дети, их семье, кстати, трое, пошли в детский сад. Чтобы быть ближе к сыну, учитель начальных классов освоила профессию воспитателя. И ни на секунду о решении не пожалела. Как педагог Марина Владимировна не стоит на месте. Постоянно участвует, побеждает в конкурсах и внедряет в образовательный процесс новые методики, за что ее ценит коллектив детского сада. Самая главная методика, наверное, это любить и отдавать свою душу. Но, безусловно, наверное, все воспитатели это делают. Но Марина Владимировна отличает такие подходы, как она внедряет стим-технологии в образовательный процесс. Это очень сложно, когда объединить нужно пять направлений. Это естествознание, технологию, инженерию, математику и все, чтобы это было креативно. Затем она, одна из первых, придумала открыть группу на странице одноклассников по работе с родителями. Марина Владимировна ежедневно все фотографии, о всех действиях, обо всем, что происходит в группе в течение дня, она выкладывает всю информацию на этом сайте. И каждый родитель, зайдя на эту страничку, может посмотреть, чем занимался ребенок, может написать личное сообщение Марине Владимировне, и она ответит о каких-то проблемах, либо успехах. Воспитатель профессии не просто благородная, а благодарная, считает Марина Румынина. Ведь для педагога самая главная награда знать, чтобы твои ученики стали хорошими людьми. И таких наград у Марины Владимировны уже много.